Всех приветствую на канале Дорога Михаила Илюшина. Сегодня всех приглашаю прокатиться по улицам Саратова от улицы Высокой до улицы Ипподромной Михаила Булгакова в Ленинском районе. Поехали посмотрим. Начинаю сюжетов. Улица Высокая, продолжение предыдущего сюжета, кто смотрел. Далее Планерная, Березова, Танкистов, Террористская, Техническая, Тулайкова, Шхудина, Ипподромной Булгакова, Оржанова, Галкина, Вравского. Если правильно выговорил. То есть новый микрорайон вам покажу. Просили. Такой будет сюжет. Михаил Булгаков, писатель, понятно. Кто не знает, найдет. Виктор Оржанов был архитектор саратовский. Галкин Вравский, Михаил Николаевич, русский ученый, пенитентеарист и государственный деятель. Итальянский и саратовский губернатор, статус-секретарь. Действительный тайный советник. И чем-то брат сенатора Николая Николаевича, написатель Галкина, Вравского. Но все это и есть. В интернете можете посмотреть интересные истории, биографии. Как ознакомиться с такими людьми. В честь, кому была улица. В принципе, интересно. Рекомендую посмотреть и почитать. Улица Планерная показывал уже не раз. И вот, смотрите, с правой стороны еще раз я вам показываю, что перед этим сделали у нас тротуар. Здесь его не было с правой стороны. Вдоль забора аэропорта старого. Теперь можно там ходить. И люди, если на маршрутке, кто высаживается. Вот здесь, особенно на перекрестке. Очень удобно стало. Грязи нет. Конечно, с левой стороны неудобно было. Но хотя там тоже сделали. И вот парковочки сделали. И там тротуар вдоль забора. Мелочь, а приятно. Ну и здесь, кто в гараже, кто в мастерске. Как-то легче дойти. Ну, есть и плюсы, есть минусы. Кто мне там написал. Ну, жизнь продолжается. Главное, что идет сдвиг в какую-то сторону. Хорошую, мне кажется, положительную. Тротуары, дороги все-таки в глушь Саратов. Как раньше так это было модно писать. Все-таки грязи стало меньше. Тротуары слева-справа. Не такая уж глушь. Если можно ходить в туфлях и ботиночках. Ну, это и атака. Вот дальше поезжаем по Бирюзово. И я проехал прямо до танкистов. Такая, ну, небольшая сейчас будет дорога. Вот влево я переехал. Ну, и как обычно, схемки показываю. То есть я вот... Ну, там мне надо было заехать в налоговую. Нам скажу. И проехал дальше. Здесь зимой, конечно, мало убирается. В эту зиму вообще тут в одну колею была. И так же машины стояли. Да. Выезжаем на танкистов. Только налево. Направо уже там одностороннее движение. Имейте это в виду. Не показывала так участок. Вот выезжаем. Здесь уже было. По танкистов проезжаем до артиллерийской. Ну, все-таки летом-то приятно. Конечно, солнце в камеру, как и не старайся, попадает. Здесь аккуратно переезжайте. Рельсы я один раз как-то здесь пробил колесо на стыке. Была ямка. В шестнадцатом году, помню. Теперь я аккуратно переезжаю. Ну, здесь я ускорил просмотр. С правой стороны бывшее ракетное артиллерийское училище, кто помнит. И зимой здесь, да, зимой здесь дорога как-то плоховато чистится и очень затруднительно проезжать. Хотя сокращаешь пути и минуешь перекресток танкистов на Вашину. Я уже года два назад показывал здесь проезд. Ну, и можно выехать сейчас. Вот как я поеду на техническую. Тулайково и на Шхурдинам. Можно налево на Вашину выехать. Вот как поехал, был в машину. Ну, решил проехать мимо кондитерской фабрики. И вот по Навашину там спуститься, где мост, где ступ городок. И выехать на Шхурдина. Да, здесь вот Т-образный перекресток. Иногда затруднительно. Да, про новый микрорайон попросили. Проехал, сам посмотрел. Идет строительство пока, развивается. Ну, впечатление неплохое. В принципе, третья дачная недалеко. От шумных дорог. Также тихий микрорайончик будет. Ну, или уже есть. Следующий буду монтировать поездку к Волынск. Какие там события новые или что-то новое покажу вам. Ту-лайково у меня уже все это есть. В Ютубе кто смотрит там уже с какого? С двадцатого года у меня есть улицы. И какие названия улиц. История улиц. Я тогда это все показывал. Сейчас не буду повторяться. Просто показываю. Ну, и здесь, да, Т-образная перекрестка. Он маленько, конечно, быстро светофор здесь. Шахурдина, потому что главное. У всех опять, еще раз повторяю, что на Ютубе, Рутубе, Одноклассниках, ВКонтактах этот сюжет выкладываю. Чтобы все смотрели, кому, где удобно. Ну, тут, конечно, что-то трудно идет. Пока он как-то неплохо развивается. Но, все-таки. Проехали онкологический центр у нас там строился и строится. Поля и Юго-Восток это все было. Ну, здесь я в ускоренном режиме показывал, потому что Хурдина я неоднократно показывал. Мост Третья Дачная. Кто смотрел, это на велосипеде проходил, проезжал. И вот выезжаем в очередной раз на Ипподробное. Делают у нас пешеходные переходы удобнее, чтобы было. И с колясками. То есть бордюры по реврике, как говорят в Питере. Делают удобно. Комфортно в среду. Передвигаться. Очень. Ну, а далее вот. Ипподробное. Сейчас будем поворачивать направо. Дорожка там еще, конечно... Так, Михаил Булгаков. Конечно, еще пока даже не заслужил хорошую дорогу. Здесь... Я надеюсь, когда после ремонта, вернее, строительства домов, когда закончится, сделают. Потому что это невозможно. Передо мной едет пузотерка, когда я так называю их. Вот он едет еле-еле. Можно было вот направо повернуть и вдоль домов проект. Но это обратно вам покажу. Вот я за ним ехал. У меня-то машина позволяла чуть-чуть быстрее проект. Но он вот влево-вправо. Вот такая дорога. На данном участке. Понятно, ездят большие машины для строительства. Там еще предприятие есть. Но оживленное. Можно назвать этот участок. Не знаю, когда я отремонтирую эту дорогу. То есть вот он едет пылит. И я вот и не пойму, куда он хочет. Потому что он меня вот сейчас уступил, чтобы я проехал. Ну вот, разбивает же дороги. Больше груза. Ну вот, решил проехать, посмотреть. Парковочные места. Ну, уже не хватает. Мне кажется, дома еще не заселены полностью, а уже не хватает. Неужели вот всегда удивляюсь, столько земли у нас. А предусмотреть хотя бы на одно парковочное место, на одну квартиру. Хотя сейчас уже у всех иногда по две машины, по три. Ну вот, как-то так вот я, если неправильно что-то там написал, конечно, с правой стороны, Михаил Булгакова. Вот, Виктора Оржанова. Ну, как тут. Я решил так. Ну вот она, эта улица как раз. Облагородит. Сделает олейка, я так понимаю, чтобы ходить, гулять. Там где-то сейчас, с правой стороны, мини-сквер, я так понял, будет тоже. Ну, вот здесь вот. А так идет строительство полным ходом. Никрорайончик. В Ленинском районе. Самому было интересно проехать, потому что, пока я туда не заезжал ни разу, хотел на велосипеде, но велосипед тут пока жановато. Дороги не до конца вот доделаны. Но тротуары есть. Какая маршрутка сюда ходит, не скажу. Но должна какая-то ходить. Знаете, вот меня водичкой поливают газоны, то есть уже облагородены, детские площадки. Ну, опять же, я смотрю, вот опять же, ну так близко все. Но нет земли в России, нету, я так понимаю, чтобы чуть-чуть расширить. В детстве, я помню, у нас дом-то был, два дома, по 12 квартир. И то мы умудрялись тоже на маленькой площадке играть в волейбол. Конечно, там бабушка одна всегда, ей попадало. Мы мечом в окна разбивали. Ну что ж, играли. Вот это было в те далекие времена. Но сейчас-то можно чуть-чуть расширить. Ну вот, кто любит ипподром, участвовать в забегах и ходить. Рядом ипподром. Ну, пока все чинно и благородно. Ну, смотрите, мусорные баки чисто убирают. Ну, еще мало заселен, только заселяется. Видно по окнам. Ремонты делают. Кто-то живет, наверное. Ну, вот такой микрорайон. Улица Михаила Галкина-Вравского. Биография интересная, конечно. Ну, вот я говорил про сквер. Прямо, наверное, и будет он. Ну, я, может, и фонтаны потом сделать, потому что внутрь район ответ поселку Солнечному. Можно так назвать. Магазины с левой стороны будут. Уже есть вот пятерочка. То есть, первые этажи сразу же по проектам идут что-то такое. Магазины, парикмахерские, салоны. Ну, вот я сейчас поверну налево вдоль домов, чтобы не ехать по той дожоге. Вот такой был микрорайон новый. Я даже не знаю, как его название. Смотрел, смотрел, так и не понял. В Ленинском районе рядом с Третьей Дачной, рядом с Ипподромом. Ну, сейчас с выездом на улицу Ипподромную заканчиваю сюжет. Всех благодарю, кто смотрит, кто подписывается, кто пишет, просит, делает записи, чтобы не забыть, имейте в виду, ну, просто все не всегда сразу получается. Здесь мы уступаем дорогу. Наша школа рядом, получается, для этого микрорайона. Вот как-то так. Берегите себя. До встречи в новых сюжетах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok